всем привет привет всем отличного настроения прекрасной недели сегодня мы с вами будем делать расклад на тему достаточно ли у вас сил принять то что идет вашу жизнь вот такой вот интересный расклад посмотрим до позиции выбираете вся необходимая информация обо мне есть посылка мои услуги ниже по пятницам я провожу близ консультации анонс о них я пишу всегда в разделе сообщества ссылка на него тоже также есть под этим роликом и есть ссылка на мой второй youtube канал кто еще не подписан там я делаю короткие расклады не повторяющиеся по тематике с этим да то есть там более психологические такие темы я выбираю вот ну и короткие расклады на одну позицию вот а мы с вами давайте сразу приступим так позиция номер один голубенький камешек сейчас смотрю как в кадре будет а вот так что идет что идет вашу жизнь единички так семерка семерка жезла вся секундочку поставлю камешек чтобы границы выстроить так что идет что идет что идет что идет идет как будто бы вашу жизнь знаете дьявол и здесь будет как будто бы проверка на то что сможете ли вы отстоять свои границы сможете ли вы отстоять как-то свою точку зрения свою позицию то есть сможете ли вы противостоять проще говоря этому дьяволу удастся ли вам или нет а в чем тут дьявол дьявол будет связан с профессиональной сферой с профессиональной сферой так интересно моменты здесь идут смотрите что-то здесь такое интересненькое намечается в профессиональной сфере да где будет проверка поступите вы так как поступали ранее либо вы окажетесь победителем и дьявол в данном случае является искусителем ваших теневых аспектах возможно в профессиональной сфере вы были недостаточно уверены в себе и вот будет какая-то такая ситуация где вам нужно будет проявить именно себя и быть на коне быть уверенной но ситуация такая знаете она будет неоднозначная если бы все было так по дьяволу просто ярко и открыто было бы здорово дверь закрою было бы здорово но дьявол он всегда знаете так это сказать такими хитрыми сплетениями манипуляциями высвечивает подсвечивает ситуацию что если бы так все просто было бы да мы бы смогли сказать что там не хватит сил видимо здесь какие-то будет я не знаю либо искушение то есть то где у вас есть слабое место до в чем вы уязвимы вот в это слабое место дьявол и будет бить и здесь что по сути важно важно то чтобы вы не поступили так как поступали раньше и просто продолжали двигаться не останавливались не сдавались не боялись не что пораньше вы делали где-то возможно вывод видите по семерке пятакли возможно где-то зависали как-то вот бездействовали может быть чего-то ждали здесь скорее всего не хватает вот решительности мужества ну да в принципе то что я и сказала то есть проверка будет на то насколько вы сможете двигаться дальше не зависните ли вы не зависните ли вы в каких-то своих претензиях либо осуждениях то есть смотрите здесь один но я показываю как может вариант развернуться возможно у вас будет какое-то предложение связаны с профессиональной сферы она будет такое знаете достаточно манкая притягательная но в нем нужно будет набраться храбрости мужества и отваги и идти дальше но в силу каких-то ваших теневых аспектах и оценивая ситуацию вам покажется что либо надо еще подождать лучшего какого-то предложения шанса возможности либо то есть что-то будет вот в этом предложении с вашей субъективной точки зрения не совсем гармонично то есть будет какие-то претензии то есть то ли неправильный там график то ли мало будет платить то ли надо будет что-то дополнительно там делать то есть предложение она не будет таким идеальным да но и не должно быть чтобы она вот вам полностью подходила и вот из-за того что она на сто процентов вам не будет подходить да вот в этом то и есть дьявол да вроде бы там есть что то что вам нужно и по идее можно было бы за это ухватиться и пойти но вы как-то будете вот все взвешивать перепроверять смотреть а так ли это или нет и вот в этом будете зависать велика вероятность что вы возможно и упустите какой-то шанс и вот так вот вы в принципе поступали в прошлом здесь говорится о том что нет здесь нужно рисковать здесь нужно двигаться дальше безусловно все у вас удовлетворять не будет но здесь факт вытащить вас из какой-то вашей привычной модели и поэтому дьявол он говорит вот самое сладкое что тебе нужно да вот он сыр вот это звонушка какая-то на которую вас выцепить нужно и чтобы вы вышли из своей зоны комфорта но все не так просто вы не выходите да то есть насколько бы этот сладкий и такой monkey сыр не был вы начинаете как-то вот что-то анализировать что-то взвешивать и в данном случае вот именно в данном случае вот этого делать не нужно потому что это то что вас останавливает это то что нет не способствует вашему развитию а здесь наоборот предполагается то что вам нужно двигаться да вот в развитии и урок как будто бы вы то что будет связан как раз таки семеркой жезлов насколько вы сможете закрыться от этого дьявола и дьявол здесь в том что вы не двигаетесь дальше в том что у вас есть какие-то претензии что вас что-то не устраивает понимаете что вы не принимаете ситуацию и реальность такой какая она есть хотите чтобы было идеализировано так как вы себе представляете но любая идеализация это иллюзия вот в данном конкретном случае да то есть учимся слушать в контексте это очень важно когда какие-то слова мы выдергиваем из контекста и начинаем их интерпретировать по другому и говорим что а что нам не нужно стремиться к идеализации я не сказала это я сказала то что в данном случае очень важен контекст потому что здесь урок именно в контексте то как вы поступали в прошлом так делать не нужно нужно двигаться и я не говорю что здесь нужно обязательно принимать это решение даже если она вам не подходит нет здесь не в этом суть а здесь суть в вашем подходе вашем отношении к ситуации что все равно есть какие-то претензии и вот эти вот претензии это и есть дьявол понимаете не сама ситуация а претензии это ваше отношение по справедливости то как вы все взвешиваете то как вы все просчитываете вопрос да сразу возникает что же нам этого не делать нет я не сказала это я сказала лишь о том что способ то как вы это делаете он может быть иллюзор и иллюзорен и ну чисто субъективен и вам может касаться что да я правильно поступаю я же вот так вот все взвешиваю но вы взвешиваете исходя из своего прошлого опыта то есть проблема вот в этом прошлом опыте то есть там тогда вы были другим человеком и вы совершали другие ошибки сейчас вы уже другой человек но мыслите так как было раньше вам нужно мыслить по-другому по-новому не не зависая не не опираясь на прошлый опыт надо сделать вывод из прошлого опыта да то есть какие по каким критериям да на что нужно обращать внимание но не факт что а то как было в прошлом будет и сейчас не надо дублировать не надо копировать этот прошлый опыт вывод мы делаем для того чтобы прогрессировать но здесь же получается как это сказать вместе с выводами да вы опираетесь и на какие-то другие моменты возможно эмоциональные моменты но вы же поменялись и отношению вас должно поменяться значит эмоции должны поменяться понимаете здесь чем фишка я надеюсь вы меня услышали вот что то такое я вам привела пример ситуации могут быть разные ну вас многое же общий расклад но суть заключается именно вот в дьяволе которому вы должны противостоять у каждого этот дьявол будь свой вот и вот то что я говорила иллюзорность эмоции это связано как раз таки с прошлым каким-то моментами эмоциональными фактами возможно это может касаться ваших будней либо если это не касается профессиональной сфере восьмерка педакли также может отыгрываться как аркан на которой долгое время когда вы его что-то вкладываетесь да на чем-то работаете к чему-то прикладываете свои усилия делаете это с любовью делаете это с удовольствием но долгое время вы работаете например прорабатываете какие-то свои теневые аспекты либо как вариант расстались с человеком и прикладывали усилия для того чтобы я не знаю его забыть проработать этот урок понять разобраться в ситуации что и как то есть прикладывали усилия делали не как по принуждению потому что вы добровольно это хотели и вдруг появляется этот персонаж от которого вы по сути закрывались как и некая такая проверка тоже до ваша работа пошла ли она как говорится на смарку либо одна действительно того стоило то есть действительно ли вы изменились опять же проверки они не делаются для того чтобы вот как-то я не знаю указать человеку на его место да что ты никто и нифига ты не меняешься нет а наоборот показать что что еще нужно доработать где еще в то есть что нужно усовершенствовать в контексте самопознание мы всегда рассматриваем какое-то здесь прошлое то есть если это не человек король кубков то это может быть что-то связано с прошлым либо с какими-то эмоциями связанные с прошлым эмоции может быть по поводу того о чем вы мечтали да я не знаю может быть у кого-то была какая-то мечта опять же таки контексте личной жизни ожидали того что придет этот человек вернется и вот тогда я смогу ему все высказать либо что-то не досказала либо что-то не сделала а тут появляется человек и вы как рыба руд открываете сказать не можете вот в этом тоже проверка то есть здесь выбор эмоций он будет вот прям ну вот большой спектр здесь нельзя сказать что вот прям только один какой-то вариант потому что семерка кубка там видите смотри и смотрите какая вариативность но в любом случае это то о чем вы мечтали это то что вы представляли это то что вы визуализировали возможно это какое-то одно желание вы прикладывали к нему усилия опять же если возвращаемся в контекст профессиональной сферы ну чтобы не было так однобоко да потому что не всех интересует личной жизни бы не всех интересует профессионально смотрим разные варианты то о чем вы мечтали возможно в профессиональной сфере чего-то добиться и тут получается так что всплывает вот эту вот возможность вот это предложение и здесь вы включаете какую-то какую-то свою старую модель и она мешает вам двигаться дальше понимаете здесь об этом речь идет но у нас главный вопрос какой был достаточно ли у вас сил принять то что идет вашу жизнь в данном случае дьявол вот так как сейчас да мы рассмотрели ситуацию именно в моменте сейчас хватит ли вам сил потому что если вы будете меняться да если вы будете наоборот отступать ничего не делать там тогда ситуация будет по-другому разворачиваться все зависит от того какую модель вы выберете реагирование на эту ситуацию но если предположим что вы вот уже ознакомились с тем что нас ожидает с дьяволом достанет достаточно ли у вас будет сил справиться с этим дьяволом шестерка же пендакли восьмерка жезлов тройка кубков смотрите здесь как будто бы показано о том что все будет зависеть от обстоятельств того как вы будете взаимодействовать либо с ситуацией либо с каким-то конкретным человеком что здесь имеется ввиду шестерки педакли предшествует пятерка пендакли аркан кризиса дефицита недостатков и духовной такой нищеты то есть когда человек должен научиться взаимодействовать с материей до либо проживание в материальном мире если вы этот урок прошли до если вы увидели вот иллюзорность вашу восприятие до в каких-то ваших ситуациях если вы прошли тот урок по пятерки пендакли опять же таки с чем может быть связано когда вы нарушаете как раз таки баланс когда вы отдаете больше ничего взамен не получаете когда вы выбираете то чего вы недостойны когда вы наоборот принижаете себя когда вы сами себя обесцениваете по пятерки педакли могут быть много разных уроков связаны с материи и ценности как таковой поэтому это и называется аркан духовной нищеты в контексте именно ценности да то есть когда идет недостаток и понятие ценностей какой-то одной конкретной либо вообще системой ценности когда человек должен измениться вот если вы действительно прошли тот урок и изменились то в шестерке педакли велика вероятность что вам хватит сил именно в восьмерке жезлов в вашем как это сказать мозгу а то есть те мысли до которые бегают вашей голове легко справиться то есть вы сможете найти вот эти свои связи в голове потому что восьмерка жезлов это все восьмерки у нас находится на древе жизни в сфере ход за сферу уход у нас ответственно либо соответствие идет по планете меркурия меркурий гермес это в принципе одно и то же так вот если мы возьмем мифологию а поскольку все вот то что я озвучила ранее да это связано вот мифология гермес это непосредственно он у нас был ответственен если расшифровывать миф за слово за слово за скорость до за передачу информации гермес он такой многогранный бог греческого пантеона и одна из его задач это как раз таки хитрость и здесь он идет как раз таки в противовес аркану справедливости да когда по справедливости есть земные законы которых мы должны придерживаться помимо небесных а вот гермес он нам все время говорит о том что всегда есть какое-то окошечко да то есть он показывает хитрость но хитрость не с точки зрения как это сказать выгоды какой-то да то есть вот в негативном ключе а хитрость в том что мозг человека да он как это правильное слово то по-русски блин по количеству крутится перевести его опять не могу обороты он набирает очень быстро обороты точно настолько скоростной когда человек как по королю мечей может просчитать все стратегии все ходы выхода на период и выбрать то что ему подходит то есть по сути что значит окошко в каком-то законе это показать и того что человек настолько хорошо владеет законами он видит где есть какие-то пробелы чтобы воспользоваться именно вот этим шансом каким-то недостатком но сделать его своим каким-то достоинством для себя в пользу и в этом случае вот так как я сейчас это объясняю это позитивный настрой да то есть я не хочу как-то выиграть за счет себя а здесь как раз таки показатель того насколько мыслительный процесс человека набирает такие скоростные обороты да что он может решать и разруливать сложные задачи то есть хватит ли вам сил к чему я это хочу привести к тому что все будет зависеть от того когда вы начнете взаимодействовать либо ситуации либо с человеком и будете использовать свое слово насколько ваш мыслительный процесс то есть насколько ваши мысли будут такие знаете шустры то есть будет будет набираться такие обороты до что вы сможете все просчитывать что вы сможете как то не то чтобы увернуться не знаю как это объяснить но здесь нужно будет применить свою голову не серьезно пока по королю мечей а по жезлом то есть очень быстро найти подходящие слова найти где как обойти своего например оппонента либо как вы вывернуться вот из этой ситуации так чтобы было легко и просто и весело то есть возможно используя шутку и возможно используя какие-то свои связи но это не должно быть примитивно типа знаете я тебя продавлю потому что у меня там папа мэр города но это слишком примитивно гермес этот это тот архетип который использует свой ум и скорость обработки информации на таких высотах да когда это подается знаете очень очень вкусно это не совсем про иронию либо какие-то уколки опять же таки то что у нас говорит король мечей а это так знаете вот бывает так иногда когда ты хочешь ответить человеку но при этом ты не хочешь не нахамить ему не нагрубить и не уколоть но дать человеку понять его какую-то неправильную позицию по отношению к тебе и ты подбираешь такие слова да там есть на какую-нибудь аллегорию какую-нибудь метафору когда не напрямую но заставляешь человека задуматься что блин мой оппонент он не так и просто как я считала либо ну вот что то здесь где-то возможно я в чем-то и ошибся то есть заставить человека задуматься потому что обидеть легко но сказать так чтобы быть человек задумался над своим поступком что он не так сделал может быть он в чем-то и ошибается вот это вот как раз таки высший пилотаж и некое такое мастерство вот здесь об этом идет речь то есть возможно здесь ситуация она будет и не совсем то такой простой ну конечно же потому что дьявол да если бы было все так просто да еще и семерка кубков некая такая иллюзорность ситуации зная первую позицию до людей аналитиков которые умеют мыслить все 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 было бы не так то просто но в этой ситуации будет такой момент где можно будет использовать тройку кубков то есть превратит это знаете вот какой-то легкий здесь легкая какая-то энергия и тройка куб в нас говорит о первых плодах что если вы правильно себя поставите правильно начнете говорить что без каких-либо нападений а наоборот как-то шутками как-то весельем то велика вероятность что вы уже и получите просто не только вам будет достаточно сил принять эту ситуацию и справиться с ней но и получите первые плоды потому что тройки они всегда дают нам первые плоды первые результаты и эти результаты покупкам они будут вас удовлетворять потому что дьявол у нас как раз таки покупкам то есть что-то вы сможете сделать такое как-то вот так вот вывернуться хочется сказать обхитрить своего оппонента либо ситуации что у вас это будет ну как-то вот обрадует понимаете здесь нет такой что прям радость победа все такое но вас обрадует что как минимум вы не упали лицом в грязь да то есть что-то даст вам придаст какие-то эмоции которые вас будут радовать поэтому здесь речь идет об этом если вы прошли вот вся ситуация показывает так какой-то проверки если вы прошли урок да вы сможете понять когда вы столкнетесь либо с этой ситуацией бы с этим человеком если вы прошли действительно урок то вы получите то что вы хотели минимальная прям вот минимальная но вы получите какое-то внутреннее удовлетворение от самого себя от самой себя что все вы сделали правильно и сможете отстоять свою позицию не не входить вот именно так как было раньше если это какой-то конкретный человек либо какая-то конкретная ситуация не поступить так как раньше а уметь показать себя уметь отстоять отстоять свое какое-то слово свое собственное желание причем здесь еще по энергиям да если не смотреть на карты по энергиям идет такое что знаете вы как будто бы ну хочется покажите где раки зимой это почему потому что такая энергия что что-то вы сделаете такое что от вас не будут ожидать и вот это вот будет какой-то такой знаете винт какой-то такой вот не знаю какая такая фишка что она пойдет вам на пользу а про это вот восьмеркой жезлов и говорит то здесь какая-то такая что-то сработает вашей голове такое что вы что-то скажете либо как-то себя поведете что от вас не будет ожидать и это и будет так знаете не знаю может быть человек к примеру как вариант будет ожидать что будет какой-то конфликт а вы так улыбнетесь так я не знаю поднимите высоко голову до развернетесь и пойдете от походкой от бедра знаете с такой улыбочкой радостной удовлетворение от себя что а ты меня и не зацепил да то есть и отцеплять то не за что я уже это все проработала и меня это никак не огорчает и вы будете очень довольны собой не то что вы смогли уйти а то что вас ну как проверка что вас уже это не цепляет что вам говорит человек и вот это вот будет какой-то такой вашей маленькой победой личной вот здесь про это говорится в контексте достаточно ли у вас силы здесь не горится если у вас эти силы или нету но нам показали а ту модель которую который будет наилучшим для вас вариантом но чтобы к ней прийти вы должны находиться в шестерке пендакли то есть вы должны усвоить свой урок где в чем вы были не правы вот проработали ли вы свою систему ценностей то на чем вы работали долго вкладывать если все будет так то я вам рассказала о вариант развития ситуации наиболее вероятной если там что-то не проработана то конечно же ситуация будет разворачиваться иначе один из вариантов наиболее вероятные нам поле подсветила и сказал что будет вот такой так это была первая позиция меня прям аж интересно с чего там столкнетесь и самое интересное в какой сфере вот так первая позиция вторая позиция двоечки двоечки смотрим вас что у вас будет за ситуация которая идет вашу жизнь на что идет вашу жизнь а потом мы посмотрим достаточно ли у вас будет все что идет вашу жизнь что идет вашу жизнь восьмерка мячей что идет вашу жизнь девятка пинако сейчас секундочку что идет вашу жизнь это ощущение что это не идет а это уже есть вашей жизни тоже есть вашей жизни восьмерка мечей о чем говорит здесь как будто бы идет какой-то урок либо сейчас вы его проходите какой-то урок задача которого цель которого до привести вас к состоянию королевы педаклей королева педакли девятки педакли знаете как-то вот восстановиться собрать себя по кусочкам и создать из себя именно тут ценность да то восприятие женщины то есть той то как сказать тот архетип женщины который вы хотели бы быть и причем не просто быть а именно укрепиться то есть королева педакли она говорит о стабильности в данном случае то есть здесь не просто собрать себя по пазлы когда как-то вот восстановиться воскреснуть некоторой такой степени а еще и как-то устаканиться стабилизироваться плюс ко всему понять вот свои какие-то ценности и вашу уникальность то есть здесь какой-то вот такой урок но мне ощущение что вы его сейчас проходите здесь как будто бы показывают сначала какой вы не то чтобы должны быть опять-таки это нехорошее слово я не могу подобрать к чему так скажем ладно давайте так скажем к чему вы идете да вот именно какие какому-то конкретному архетипу земному понятному конкретному но при этом это не означает если я говорю конкретно это не означает что в этом есть какая-то тяжесть нет скорее всего архетип проявленный потому что двойки они всегда какие-то такие воздушные и вне материи но последние там скажем месяца три-четыре очень много работаете на тем чтобы быть проявлены в материальном мире исследуете материю что я говорю неоднократно вот здесь у вас есть какое-то такое представление что будет для вас идеальной фигуры проявлены именно в материи и получается так что вы это видите и сейчас вы проходите урок по поводу того как как завершить как завершить что-то что-то здесь вам нужно завершить это не имеет отношения к каким-то убеждениям нет а вот что именно вам нужно завершить здесь здесь как будто бы знаете необходимо какая-то фиксация себя в материальном плане потому что выпадает витязь кроме того что выпадает пара так король и королева пендакли надо как-то вот устаканиться зафиксироваться проявиться я не знаю как вам это объяснить более подробно но сейчас вот то что вы начали делать именно по в контексте создания самого себя до самой себя вот это должно как-то укрепиться обычно нам приходит какая-то идея как мы ее укрепляем мы начинаем делать то ну то есть действовать согласно той идее то есть совершать какие-то действия чтобы эта идея проявились например пришло нам голову да я хочу стать писателем ну к примеру что мы начинаем делать да мы начинаем пробовать писать какие-то маленькие рассказы либо просто абзацы либо элементарно завести дневник и там что-то записывать мы вот эту вот идею мы ее начинаем материализовывать через действие через тело совершать какие-то действия конкретные в том направлении то идеи до который мы получили некое такое вдохновение либо inside вот здесь вам пришел какой-то inside по поводу того вот какой вы хотите быть и вы начинаете укрепляться то есть вы начинаете не просто думать о том что ну хорошо было бы да вы начинаете совершать какие-то действия в этом направлении и причем это не разовое это какие-то действия повторные многократные для того чтобы ну как-то наработать какой-то опыта чтобы действительно в этом мире закрепиться возможно вас ничего ранее не не удерживало в этом мире ну то есть не интересно было было желание когда знаете вот ну просто плыть по течению и когда закончится это воплощение я пойду домой да то есть вернусь туда откуда я пришла откуда пришла душа но потом вот как будто бы пришел пришло вот это вот понимание перерождение по аркану суда о том что а ну ведь душа пришла сюда для чего-то давай я хоть попробую да как-то выполнить то что она хочет получится не получится это уже второй вопрос то есть так или иначе я какой-то период сделаю совершу этот переход из физического мира да на более тонкий вот но чтобы зря времени терять давай я хоть просто попробую да то есть здесь вопрос попробуй вы как будто бы начали что-то делать по-другому более конкретно более как-то знаете как мы говорим отцифровано то что можно пощупать то что можно как-то ну не знаю увидеть в нашем мире чтобы это стало более заметно поэтому восьмерка мечей здесь говорит о том что вы как-то погрузились внутрь себя свои воды своего своего бессознательного чтобы найти то что может вас не знаю может быть свою какую-то фишку может быть свою в чем-то уникальность может быть это как вот это вот вашего воздушные да вот это тонкая материя природа ваша как ее можно будет проявить да как как можно оставаясь со своим характером вот таким ранимым чувствительным до эмпатичным кем вы являетесь как это можно использовать себе во благо именно материальном мире я не говорю о том что как-то вот монетизировать и зарабатывать на этом нет я не об этом а как нужно сделать так чтобы вот просто получать удовольствие до кайфовать и при этом не ломать себя то здесь вы как будто погрузились в глубь своих во бессознательного что-то там нашли для себя по пашу кубков получили какой-то инсайт что-то поняли да в чем-то ну как минимум разобрались то есть вас что-то осенило здесь вдохновило и вы из-за этого решили ну либо благодаря этому не знаю как правильно переродиться то есть вы приняли решение что а давай я попробую вот это вот я попробую она говорит о том что человек меняется на то есть здесь вот какой-то причем это является для вас каким-то кармическим уроком это не просто так случилось велика вероятность того что вот именно этот момент какой-то да он был запрограммирован то есть не какая-то конкретная ситуация а именно то что вы придете к этой реперные точки в которой вы для себя поймете что я хочу попробовать я хочу сделать вот что-то такое более конкретное уже да для себя может быть нет здесь для себя здесь не для других как-то для своей души чтобы получить какое-то удовлетворение не все время же страдать здесь вот как будто бы человек под что-то такое глубокое осознал для себя и он проходит сейчас уже кто-то сейчас чуть позже будет проходить вот этот урок это то с чем вы то что идет вашу жизнь либо уже пришло у кого-то здесь вот вам нужно будет совершить такое очень интересное путешествие вглубь себя но опять же таки не как это сказать используя используя поскольку мы погружаемся в бессознательное используя свои вот эти вот таланты интуиции да и кубковости которые вам свойственно что является вашей природой сделать так чтобы потом это можно было проявить я не знаю как по-другому вам объяснить надеюсь вы поняли если поняли я все время надеюсь вот что-то такое идет вашу жизнь либо уже пришло так смотрим достаточно ли у вас сил принять это то есть хватит ли вам сил принять это ну просто не дастся до пятерка мечей говорит о том что просто здесь не будет но есть внутри вас какая-то искра что ли как какое-то пламя которое она как-то регулирует свое свечение она полностью не гаснет она как-то вот то воспламеняется да и вот вы чувствуете какую-то уверенность то наоборот она как-то уменьшает свое свечение и вы но полностью не 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 гаснет и вы чувствуете уже какую-то неуверенность здесь пятерка мечей аркан который называется победа любой ценой да она как раз то есть сейчас показывает то что вы готовы сражаться за это да вы готовы бороться но минус пятерки заключается в том что вы готовы бороться а здесь не надо бороться да то здесь не надо противопоставлять себя чему-то здесь нужно немножечко другой подход вот какой подход здесь нужен здесь нужно как раз таки видите по аркану колесницы по аркану колесницы уметь лавировать до словить свою как серфер словить свою волну и вот на гребне этой волны двигаться с минимальными затратами но при этом умеет лавировать то здесь не нужно прикладывать усилия а здесь нужно знаете как на физике использовать ту энергию до которую есть во благо себе это как боевые искусства боевых искусствах есть айкидо до слышали о таком вот знаете суть заключается в том что ты просто берешь энергию которую вкладывает в движение противник и направляешь ее туда куда вам надо то есть ты не прикладываешь какие-то усилия ты не ставишь какие-то блоки да ты не статы не не нападаешь на противника а ты просто по инерции смотришь да вот куда идет его движение куда идет удар и ты помогаешь вот эту энергию направить туда куда нужно вам вот здесь нечто такое должно быть поэтому достаточно ли у вас сил у вас сил сейчас чтобы вы понимали по пятерке мечей достаточно но вы как будто вы настраиваете себя на борьбу и здесь если вы у вас будет такой настрой вы очень быстро вы горите да то есть ваше пламя опять потухнет почему потому что вы будете тратить энергию не на то чтобы проявлять себя в этом мире а то чтобы сопротивляться а любое сопротивление она собирает очень много сил ну представьте что перед вами стоит стена да какая то вы хотите ее сдвинуть и вот вы давите 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 давить а стена она не уходит но это бессмысленное движение надо найти какое-то другое решение если вам мешает стена не знаю может быть в ней сделать какое-то отверстие пролезть либо обойти то есть нужно как-то по другому действовать здесь он по-другому как раз таки говорит по аркану колесницы двигаться и в том и другом случае двигаться по направлению к тому что вы здесь наметили что вы осознали но через лавирование через какую-то знаете некую хитрость как-то в чем-то может быть увиливать в чем-то отклоняться где-то от своего пути на потом обратно возвращаться здесь вот не как змейка идет понимаете зигзагообразно через планирование через сбор какой-то информации да как как сейчас да как выстроить то что я хочу по-новому может быть где-то с кем-то надо скооперироваться с кем-то нужно посотрудничать может быть с кем-то нужно договориться в том что я хочу может быть где-то нужна какая-то поддержка какой-то союзник до человек который более такой конкретный более стабильные более авторитетный который разбирается вещах того что я хочу до лучше чем я и как-то дальше дальше двигаться в этом направлении здесь я бы сказала так что просто подход надо изменить то есть то как вы планируете сейчас по пятерке мечей вы только набьете себе шишки и заново придете восьмерку мечей до будете связаны по рукам по ногам и такая модель она вам знакома здесь говорится о новой модели то есть коль у вас пришли новые какие-то идеи и модель достижения этой идеи реализации она должна быть другое должно быть перерождение то и заметьте вы ранее были по малым арканом восьмерка мечей и пятерка мечей а а сейчас нужно по великим арканом да то есть по старшему суду страшному суду и аркану колесницы то есть это совершенно кардинально другой подход другой подход аркан перерождение нужно переродить если мы перерождаем все значит это мы уходим от гусеницы мы становимся бабочка является ли бабочка гусеницы по своей природе да потому что она от нее произошла то есть суть не поменялась да ну внешне она кардинально изменилась у нее появились крылья у нее появился другой образ жизни она уже не ползает она уже летает но по сути своей это та же самая бабочка вот здесь от вас требуется примерно то же самое остаться в своей природе той кем вы являетесь но при этом стремиться стать именно бабочкой абсолютно другой подход как-то так здесь по второй позиции вот напишите потом все ли вам понятно из того что я сказала потому что знаете иногда бывают вещи непонятные до тех пор пока что-то не случится вот когда случается ситуация то есть до того как она не произошла не проявилась в материальном мире нам не совсем понятны как только с нами что-то случается та информация которую мы получаем от раскладов она становится понятной потому что у нас есть конкретные факты с которыми мы начинаем взаимодействовать а так получается это некая такая метафора то что я сейчас сказала да и пока не столкнешься с фактом эта метафора она как будто бы знаете как некое такое облако туманное нету наполнение а когда нету наполнения нету проявленности а когда наполнение появляется то есть когда появляется какой-то конкретный факт вы сопоставляете с той информацией которые вы получили вам становится более понятно что вам нужно делать и как то есть вот здесь как-то так мне показали хорошо и последняя позиция номер три троечки смотрим вас что идет сначала посмотрим что идет вашу жизнь вашу жизнь идет что-то новое что-то новое хочется сказать да открывайте ворота что-то новое вот в контексте какого-то урока вашей души что вы прошли возможно вас научили как-то сопереживать сочувствовать то есть здесь здесь как-то включать свое сердце да вы получили какие-то знания либо получите какие-то знания касательно вашей души здесь ощущение того что информация она будет связана с с какой-то вашей болью там не знаю душевной психической либо какая-то ситуация такая неприятная болезненная и вы получите какую-то новую информацию в которой увидите абсолютно новый подход то есть допустим вы видели одну сторону медали но вдруг вам показывать другой ракурс данной ситуации вашей и вы видите другую сторону медали которая может кардинально изменить ваше отношение вот это вот кардинальное изменение и то есть аркан шута то есть расширит это то что поспособствует вам расширить ваше сознание идет какое-то расширение вашего сознания через болезненный опыт вашего прошлого который не вам необходим был в контексте развития вашей души и вы получили либо получите какую-то информацию она вас очень сильно удивит на первых порах вы как-то будете шокированы я не могу сказать здесь что человек как-то сопротивляется либо говорит что нет это не так я вижу что вы воспринимаете эту информацию достаточно спокойно я не вижу чтобы как-то что-то говорили но если вам допустим эта информация придет через какого-то человека чтобы вы вступили в какую-то там дискуссию и отстаивали свою позицию нет я этого не вижу я вижу что вы воспринимаете как-то информацию достаточно стойко холоднокровно но потом как будто бы вы возвращаетесь домой начинаете обдумывать это и рассматривать то есть вы не не отказывайтесь от полученной информации даже невзирая на то что она может быть противоположный тому во что вы верите либо то что вы знаете здесь такая достаточно правильная позиция до человека себе говорит ну давай я просто рассмотрю этот вариант а может быть мне тоже что то есть чего я не знаю поэтому здесь как будто вы знаете вот какое-то такое замирание и пауза да то есть человек берет паузу для того чтобы проанализировать это и в конечном итоге что-то у него происходит такое в голове что как будто бы как яркая такая вспышка это не inside это вспышка и вы вдруг видите это знаете как противоположная сторона луны да у нас есть видимая сторона луны мы все время видим только одну сторону луны мы не мы не видим как это сказать заднюю заднюю сторону луны нам луна все время они даже невзирая на то что спутник до вращается мы видим только одну сторону вот здесь вот как будто бы что-то вы увидите как не знаю другую сторону медали что ли вот что-то такое первично я вижу здесь вот как некий такой шок и удивление который вы никому не показываете это вот процесс который происходит у вас за голове здесь идет настолько сильное удивление что она как будто бы перекрывает какие-то негативные моменты внутри вас да то есть негативные в том что такое ощущение что почему я сам до этого раньше не находил на то есть вот это же очевидно но это вот вы скажете потом когда проанализируете всю ситуацию на первично здесь вот какое-то удивление какой-то шок то есть нет знаете бывает как это сказать у каждого человека да есть своя история жизни поскольку мы живем в мире дуальности эту историю мы можем рассказывать по-разному да то есть в каком-то одном контексте мы можем рассказывать что наше детство оно было там не знаю радостным счастливым потому что мы можем вспоминать какие-то моменты когда у нас был день рождения подарки дарили либо когда мы куда-то ездили отдыхать и эту же самую историю про наше детство мы можем рассказать и в негативном ключе это тогда когда нас наказывали например за что-то то есть все зависит но по истории про то же самое детство да потому что были такие моменты и были и другие моменты все зависит от контекста когда мы говорим о чем-то хорошем либо когда мы говорим о чем-то плохом правильно вот здесь такое чувство что ваше отношение какой-то конкретной ситуации тройка мечей то что вы прожили то что вам причинила какую-то боль это был урок вашей души вы это должны были прожить но вы как будто бы до какого-то определенного момента воспринимали это с негативной какой-то точки зрения либо вот ну как-то по-своему если это не негативно только вот у вас была какой-то свой какая-то своя позиция и свое восприятие но потом вы получаете какую-то информацию дополнительную я не знаю откуда здесь верховная жрица никогда не говорит откуда она молчаливая это вот все тайное скрытое может быть скроется какая-то тайна и вы вдруг него неожиданно посмотрите на ситуацию но уже посмотрите целиком то есть как будто бы вы увидите всю медальку не только одну сторону до где был орел а увидите и другую сторону решка и у вас сложится картина того что вот это есть медаль то есть до этого вы увидели как будто бы вот в одной плоскости ситуацию а потом вы как будто бы вот поднялись над этой ситуации возвысились над ней и глядя сверху до с позиции вы увидели что это не одна плоскость оказывается есть там и высота есть дополнительные до плоскости есть высота и есть например толщина до либо ширина там не знаю что вам там недоставало и вот увидев еще дополнительные вот эти вот грани да у вас сразу эта ситуация становится такой более объемный и это объемность она дает вам понимание которое приведет как раз таки к расширению вот именно по аркану шута ну-ка я давайте еще уточню чтобы здесь было понятно о чем да ведь аркан мира говорит о каком-то завершении завершение какую-то ситуацию то есть то что возможно это касается какой-то ситуации уже в прошлом либо сейчас которая завершается и вот эта ситуация она вас как раз таки и обогатит вот эта многогранность то что вы увидите ну либо хотя бы вторую грань то что вы даже не подозревали что может быть и так что может быть и так то есть то что не видели знаете очень много роликов бывает в интернете да когда внешне может казаться одно по факту то есть когда нам человек уже рассказал историю своей жизни мы тогда понимаем причину его поступков то есть то что вот мы видели вот здесь что-то такое идет вашу жизнь и откуда эта информация откуда эта информация знаю какой то здесь урок идет скорее всего эта информация придет к вам от вас самих же да то есть это не откуда в это полученная информация а здесь вы увидите знаете вот когда человек много над собой работой да и что-то начинает понимать когда он понимает что-то в своей жизни его отношение к жизни меняется вот здесь нечто такое то есть ну например человек жил в каком-то не знаю унижение может быть да там работал на какой-то работе вот и люди к нему пренебрежительно относились там нельзя к примеру уборщик да то есть люди видят что например человек подметает и вот на зло бывает такие люди это специально там мусор ну типа тоже уборщик ты убирать но некое такое унижение и потом получается что-то происходит и человек там где например в какой-то компании он убирался был уборщиком да вдруг принимает какой-то не знаю установится помощником директора и данной компании но чудо случилось не знаю звезды так сложились он стал начальником компании и вот он идет уже допустим по коридору и видит уборщика который убирается он уже с уважением к нему относится да он может там сказать ну давай я там ведро поднесу там либо еще давай я тебе чем-то помогу просто чисто по-человечески либо просто если видит какой-то мусор уже сам поднимет и выбросит потому что он понял он осознал ценность да то есть вот он как будто бы был на месте этого человека и потом он понял эту ценность то есть что-то здесь было утрачено что-то вы потеряли до в своей жизни и потом вы поняли осознали эту ценность и вот благодаря вот этому его пониманию этому уроку осознанию утраты чего-то что было для вас важно ценно значимо здесь вы приобрели силу внутреннюю силу поэтому это знание это ваше знание и когда вы вот приобрели эту внутреннюю силу да и поняли прошли вот этот урок, ваше отношение, оно сменилось, изменилось, потому что вы были, я не знаю, на низших каких-то позициях, а теперь поднялись, и вы понимаете людей, которые прошли аналогичный путь с вами. И сейчас, когда вы уже понимаете, ваше отношение изменилось, и вы увидели свою собственную ситуацию другими глазами, то есть узнали что-то, что ранее вам было неизвестно, вы себя обогатили на опыт, вы пришли к такому более гармоничному состоянию по императрице, помимо того, что вы выросли. И вот эта вся ситуация, она способствует как раз-таки аркану шута, что вот вы расширили свое сознание через понимание, да, здесь вот какая-то такая очень важная ситуация, или она, либо она у вас была, либо она будет, здесь по времени сказать не могу. Смотрим теперь основной вопрос, достаточно ли у вас сил принять вот эту вот ситуацию расширения, вот все, что я здесь рассказывала. Девятка кубка. Знаете, у меня такое ощущение, что вы даже с легкостью это можете принять. Да, потому что вот в вашем сознании произошли изменения, видите, по аркану смерти. Именно ваше сознание переродилось, поэтому вам уже эта ситуация, она будет дана как-то достаточно легко, вы еще и улыбаться будете, будете смотреть и говорить, блин, ну да, ну да, так оно и есть. То есть мне надо было это все прожить, мне надо было это все пройти, чтобы понять, для чего это было все сделано. То есть, знаете, вот как-то вот мне еще здесь идет с какой-то ухмылкой над самим собой, как-то вот посмеяться, что, боже, какой же огромный путь мне пришлось пройти для того, чтобы вот это вот все осознать, для того, чтобы это все понять, но это того стоило. Вот вы будете как будто бы улыбаться. Почему? Потому что как минимум вы осознаете ситуацию, как максимум ваше сознание изменилось. То есть, достаточно ли у вас сил? Ну, конечно, вот видите, ваше мировоззрение здесь изменилось. Ваше мировоззрение здесь изменилось. Здесь, вы знаете, вот эта вот утрата, это самое главное, да, то есть вот тройка мечей, это, опять же таки, как следствие вот этой пятерки пендаклей. Это не первопричина. Первопричина пятерка пендаклей. Это то, что у вас отобрали что-то важное, что-то ценное. У кого-то это могут быть деньги, а для кого-то это может быть какой-то человек, для кого-то это может быть любимое дело, да, какое-то хобби, для кого-то это может быть, я не знаю, дом, какая-то утрата. То есть вот как будто бы человек что-то утратил в материальном мире, человек тоже является материей, что-то утратил в материальном мире, и это помогло ему понять, что мне ничего не принадлежит, а в принципе у меня ничего нет, и вот какое-то, вот такое, знаете, здесь какое-то какое-то такое состояние, вот как в фильмах показывает, когда льет какой-то дождь, и вот человек выходит на улицу, падает на колени, смотрит на небо и смеется, смеется, прямо очень громко, что вот я понял, и начинает разговаривать с небесами и говорит, что я понял твой урок, я понял твою замысел, зачем же надо было это все пройти, вот можно было как-то по-другому, вот вы смеете, с одной стороны, от отчаяния и бессилия, от того, что вот какой ценой это все прошло, а с другой стороны, это смешно, что это вот было на поверхности, это было заметно, и почему я не понял, то есть вот какие-то такие смешанные здесь чувства у меня идут, вот, но все это под дождем, опять же таки, дождь, это как некая такая метафора в контексте очищения, да, то есть вода и огонь, это стихии, которые нас очищают, и поэтому здесь вот вот этот вот ливень, дождь, когда человек стоит на коленях, почему он стоит на коленях, колени, это в психосоматике идет отсылка к нашему эго, то есть чем больше эго у человека, тем меньше вероятность того, что он может встать на колени перед кем-то, да, то есть люди, у которых завышенное самомнение, никогда не встанут на колени перед кем-то другим, знаете, как вот просить прощения, да, извиниться, вот встать на колени, им сложно будет перебороть себя, особенно если это, например, какие-то там, не какие-то, а особенно если это родители, да вот попросить прощение не просто попросить а именно на коленях как символ того что я украшаю аркану силы я украшаю свое эго да и я я управляю и она мне подчиняется поэтому я склоняю свою голову и я встаю на колено вот этот вот символика кстати колен она не случайно даже рыцари да которые встают на одно колено при посвящении то есть я управляю своим эго поэтому я встаю на колени чтобы принять какое-то посвящение когда мужчина делает женщине предложение до чисто символически встает на одно колено то есть я преклоняю перед тобой голову то есть я украшаю свое эго это не значит что я становлюсь тряпкой нет я украшаю свое эго и я понимаю твою силу да то есть вот прими я полностью открыт перед тобой мной не управляет мое эго мной управляет моего моя душа желание быть с тобой да вот вот это символика обратите внимание в церквях иногда когда люди молятся встает на колени то есть обратите внимание вот на такую символику просто иерофант выпал поэтому и вот это это аллегория которая мне пришла сейчас на виде человека стоящего на колени человек который украшает свое эго и дочь это вот момент способствующий омовению да то есть очищению мы очищаемся и то есть мы лишаем себя своего вот этого тега которая нами правит теневым нашему делу до нашими нашими бесами которые нами управляют вот и пятерка пендакли утратив это я я понимаю что я открыт то есть теперь и теперь да ко мне приходит вот этот шут осознание понимания что я как-то знаете как как раз воплотился от своих вот этих вот бесов как чистился что ли я открыт и обнаженность да в том числе как символизм то есть человек который находится без одежды аркан мира человек который не нуждается в том вот в какой-то защите почему потому что он настолько чист в своей душе в слиянии с божественным про это нам говорит аркан мира что он понимает что нету эго что нету вот этих вот границ между тобой границ между тобой и мной что мы едины что мы все созданы из одной и той же материи и нету смысла с кем-то бороться и сопротивляться потому что ты тоже есть часть меня да а я есть часть тебя это вот такие вот достаточно высокие понятия вот но эти понятия они происходят в душе каждого человека в сознании нашего человека то есть этому нельзя научить это нужно прожить и вот и и когда ты проживаешь вот такие моменты до своей жизни ты понимаете сознание начинает расширяться и и вот это вот именно вот такие моменты способствуют переменам жизни то есть расширение сознания мы начинаем впускать в свою жизнь то что ранее мы не впускали потому что мы не были готовы принять вот здесь и у нас вопрос достаточно ли у вас сил принять это да и еще раз повторюсь будете делать это достаточно легко с некой такой улыбкой потому что тот путь которые прошли смерти и рафан в своем развитии в переменных сознания до смерти у нас тоже говорит что смерти все подвластны и богатые и бедные и с бесами и из добродетелями то есть и те и другие они смертны но с точки зрения развития души аркан смерти всегда говорит о том что то есть опять же таки смотрим да на символику что у нас здесь есть у нас есть некий скелет это то скелет облаченные в доспехе что есть скелет но не буду всю символику говорит скажу только одно что есть скелет скелет это есть наше высшее я это то что по сути остается неизменным да то есть плоти нет это то что является скелет основа то что перерождается из воплощения воплощение то что остается неизменным а то что меняется это доспехи это наше низшее я да то есть доспехи сбрасываются вот здесь вот в контексте перерождение остается наша суть а все остальное вот это вот наращенное да через наше низшее я и гай ну в общем по-разному это называется личностью и так далее вот это все из воплощения воплощения она меняется но есть одна основа которая не меняется который не трансформируется вот ее нужно здесь вспомнить по пятерки педагли то есть мы утрачиваем вот это вот все наносное ненужное и должны прийти к сути к свету вот то что есть истинная арканная аэрофанта то что есть истинная мы должны к этому прийти и когда мы к этому приходим вот это помогает нам расширить наше сознание то есть я сейчас рассказала то что говорила ранее просто другими словами через другую другой символизм глифа так вот такая вот у меня была третья позиция я благодарю вас за внимание хочу пожелать вам всем отличные недели принимаем достойно все то что приходит в нашу жизнь благодарим учимся развиваемся растем и идем вместе дальше всем пока пока